Несколько интересных вопросов о невидящих людях. Добрый день, меня зовут Назукина Мария Александровна. Я являюсь сотрудником региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива». Сегодня мы с вами поговорим о невидящих людях. Казалось бы, что мы можем еще о них не знать, но мы поговорим сегодня не просто в общем о них, а мы поговорим о том, как они ориентируются в пространстве. И это самое интересное. Первый вопрос. Почему невидящие люди пользуются тростью белого цвета? Многие из вас знают, что невидящим людям в окружающем их мире помогают ориентироваться, ну, например, белая трость. Многие ее называют палочкой, но это неверно. Правильно говорить белая трость. А кто-нибудь из вас когда-нибудь вообще задумывался, почему трость белого цвета? Так вот, на самом деле трость белого цвета не просто так. Во-первых, у нее есть небольшая история появления. Жил один французский фотограф в начале 20 века, и к концу жизни он стал катастрофически терять зрение. Но он тогда ходил с тростью черного цвета. И поскольку в начале 20 века улицы не были так хорошо освещены в Париже, его ночью, когда он возвращался с работы, однажды чуть не сбила машина. И с этого момента был принят законодательный акт, что трости у людей невидящих должны быть обязательно белого цвета. Они лучше всего видны в темноте. Также мы знаем с вами, что невидящим людям ориентироваться в пространстве помогают желтые тактильные плитки, которые лежат на переходах наших улиц. А кто-нибудь из вас задумывался, вы замечали, что они бывают разных видов. Бывают направляющие, так называемые гребенки, а бывают точечные. Точечные обозначают стоп, впереди дорога, впереди препятствия. Наступая на эти плитки или проведя по ним тростью, невидящий человек может вовремя сосредоточиться и обратить внимание на препятствия. Также кто-нибудь из вас задумывался, почему эти плитки желтые? На самом деле у этих плиток есть еще одна функция. Они также помогают слабовидящим людям, потому что слабовидящие люди, когда теряют зрение, последние два цвета, которые они видят, зеленый и самый последний – желтый. Поэтому эти плитки очень хорошо видны для слабовидящих людей. Или, например, они лежат перед переходами или спусками в метрополитет. Третий вопрос. Есть еще один интересный факт. Вы знаете, что у некоторых невидящих людей есть собаки-поводыри. Но мало кто знает, каких собак-поводырей обучают на это очень сложное и очень ответственное мероприятие. Дело в том, что среди собак-поводырей отбирают только две породы собак. Это либо собака немецкая овчарка, потому что это самая обучаемая собака, либо собака породы лабрадор, потому что у нее отсутствует ген злости. И более того, на обучение одной собаки уходит более года. Но так как не каждый хозяин может с ней сойтись, поэтому мы не часто видим у невидящих людей, у всех, собак-поводырей. Более того, хочу вас предупредить, что собака-поводырь – это не животное. Это не просто незаменимый помощник, а это техническое приспособление. Так и написано во всех законодательных актах, что это техническое приспособление для невидящих людей. Поэтому трогать или гладить такую собаку без разрешения невидящего человека ни в коем случае нельзя. Четвертый вопрос. Что может помочь невидящему человеку сориентироваться в метро, кроме информационных стоек и бордюров? Ну и еще один интересный факт о жизни невидящих людей. Все мы пользуемся метрополитеном в тех городах России, где он, конечно, есть. И вот как вы думаете, кроме того, что у нас есть бордюры, кроме того, что у нас стоят информационные стойки, что еще может помочь сориентироваться невидящему человеку в метрополитене? Ну, например, я вам открою, может быть, большой секрет. Да, они зачастую помнят карту метро наизусть. Есть справочники на специальном шрифте Брайля, которым пользуются невидящие люди. Но есть и еще одна вещь, которая помогает им безошибочно определить, куда поезд идет, в центр города или из центра города. Я надеюсь, что все сейчас вспомнят свои поездки в метро и удивятся очень простому факту. Дело в том, что станции метро мужской голос объявляет, когда поезд идет в центр города. Когда поезд идет из центра города, все остановки будут объявлять женский голос. Именно по этим голосам ориентируются невидящие люди. И во всех городах России, где у нас есть метрополитен, эта система действует абсолютно одинаково. В следующий раз, когда поедете в метро, можете заодно вспомнить наш интересный факт. Пятый вопрос. Что такое эхолокация? Ну и совсем последняя информация о невидящих людях. Они, кроме всего прочего, ориентируются еще на слух, на обоняние. И есть такое понятие, как эхолокация. Когда они либо хлопают в ладоши специально, либо щелкают пальцами. И по тому, как и где отражается звук, они могут понять, где находится здание. Но, к сожалению, этим талантом обладают не все невидящие люди. На этом все. Всем большое спасибо. До новых встреч.